Слева там написано «принимая жизненно важные решения» и дальше «путешествие в развлечений». Это хорошее такое заглавие для вас, потому что мы принимаем решения для наших жизней, и это должно быть путешествие в развлечении. Но сейчас развлечение духовного выживания. Если вы не верите, что церковь находится в кризисе, то вам нужно пожить там, где я живу. Сегодня многие не знают, куда повернуть, в каком направлении идти. Некоторые даже в панику впадают, потому что они не умеют различать. Я знаю, что я продолжаю говорить это, но я хочу, чтобы это вы глубоко в себе в сердце приняли, чтобы понимали, насколько это важно различать. Расскажу небольшую историю. Захват города Троя – это одна из самых известных историй. Греческие войска осаждали город около десяти лет, и они не смогли захватить его. И Улисс, или Одиссей, он был один из лидеров греческого войска. Он очень сильно был расстроен, но он был невероятно одаренным стратегом. Поэтому он решил сделать огромного деревянного коня, и оставить его за пределами города. И потом войско сделало так, будто бы они все покинули то место. Троянцы, они были очень любознательными людьми. Они как бы затащили этого коня внутрь города, потому что им казалось, что он выглядит неплохо. И они считали, что это будет хорошим воспоминанием о том, что греки, греческие войска оставили город, а их не захватили. К сожалению, для них некоторые греческие солдаты спрятались именно в середине лошади. Они вышли ночью, открыли ворота города, и другие греческие солдаты пришли в город. Они уничтожили город и сожгли дотла. Убили всех в городе. Забрали все, что было ценно, и ушли. С того времени Троянский конь стал символом проникновения и обмана. Даже сегодня в мире компьютерных технологий говорят о Троянских конях, как о вирусах. В течение всей истории Церковь приняла множество Троянских коней. В течение истории дьявол использовал постоянно эти обманчивые дары для того, чтобы совратить Божьих людей из пути. И чтобы они были уничтожены. Сегодняшняя Церковь находится в очень серьезном положении смущения или смятения. И это не должно нас удивлять. Церковь сегодня находится в состоянии такого смущения. И Павел писал об этом времени. Moreover, understand this. In the Ахрит Хамайим will come trying times. People will be self-loving, money-loving, proud, arrogant, insulting, disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, uncontrolled, brutal, hateful of good, traitors, headstrong, swollen with a conceit, loving pleasure rather than God, as they retain the outer form of religion but deny its power. Stay away from these people. Кроме того, постарайся понять вот что. В Ахрит Хамим наступят тяжкие времена. Люди будут себя любивыми, сребролюбивыми, гордыми, надменными, язвительными, непокорными родителям, неблагодарными, нечестивыми, бессердечными, непримиримыми, клеветниками, невоздержанными, жестокими, ненавидящими добро, вероломными, своевольными, напыщенными, больше любящими удовольствия, нежели Бога. Лишь внешне придерживающимися религии, но отвергающими ее силу. Держись подальше от подобных людей. Okay, that's a whole list. Yeah? Это целый список. All sorts of different things that we find around us. Различных вещей, которые мы находим вокруг нас. But what makes me, I don't, it doesn't surprise me to find it in the world. И меня не удивляет это в мире, да? But it does surprise me to find it in the church. Но меня удивляет, когда я вижу это в церкви. And we do. Но так происходит, мы это видим в церкви. We find many of these different things. Мы видим множество таких вещей. Когда люди горды, когда они бездушны, даже обманщики. Verse 5 is very important. Пятый стих очень важен. This is how we know that Paul is not just talking about the outside world, he is also talking about the congregation of the church. мы понимаем, что Павел говорит не только о мире, но также об общине. Because verse 5 tells us, as they retain the outer form of religion, but deny its power. Там написано, что лишь внешне придерживающимися религии, но отвергающими ее силы. On the outside, everything looks fine. Внешне все выглядит нормально. Но внутри все это происходит. We have allowed the world to enter into the church. The apostle Peter echoed this truth. In 2 Peter 2, verses 1-3, Okay, it's coming up on the screen. 2 Peter 2, verses 1-3. But among the people there were also false prophets, just as there were false teachers among you. Under false pretenses they will introduce destructive heresies, even denying the master who brought them, and thus bring on themselves swift destruction. Many will follow in their debaucheries and because of them the true way will be maligned. In their greed they will exploit you with fabricated stories. Their punishment, decreed long ago, is not idle. Their destruction is not asleep. Peter 2, verses 1-3. But there were among the people false prophets, as among you will be false teachers. Peter 3, verses 1-3. 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 In our assembly of believers, there are false prophets, there are false prophets, and false teachers. Are we aware of that? Are we discerned? These are the things that invade our faith, invade our community, our fellowship together. And yet, in many cases, we are totally unaware that it's happening. Now, I know for some of you might be painting a very dark picture of the church. I know for some of you I might be painting a very dark picture of the church. We would like to think that the church is a very holy and pure place. But we cannot live in a fairy tale. We need to be looking at the things in a real way. And unfortunately, sometimes my job to paint that dark picture. I would love to do it otherwise. I would love to do it otherwise. I would love to paint a picture of a church, which is loving and kind, and is forgiving, and is loving, and generous, and generous, but unfortunately, in many cases, I would be painting a false picture. But unfortunately, we often we would be painting a false picture. And I don't want to paint a false picture. I don't want to paint a false picture. I want to see a reality. I want to see a reality. But I want to see, that we can gain the victory over whatever it is, that is coming in and destroying what we really want. that we want. They introduce, he says, destructive heresies, even denying the master who brought them. And it says in verse 2, many will follow them. And because of them, the true way will be brought into disrepute. And if we allow this to continue, people on the outside think, this is the church. what is the difference between us and the world? If we are not different, we have no message. if we are not living a life, which is dedicated to God, if we are not living a life, which is dedicated to God, to exist. Then, we are not living a life, but we are not living a life. Многие люди приходили, и я слышал историю о том, что Бог сделал через них, как Он это делал. Но, к сожалению, если исследовать эти истории, то оказывалось, что только малая часть была правдой, а часто также, что вообще ничего из этих слов не было правдой. Это очень сильно заставляет задуматься. Это волнует. Но, как я уже говорил, мы должны различать. И если мы не различать, то мы примем многие вещи, которые приносят беды. И я думаю, что Господь положил мне на сердце. И дал мне позволение говорить людям об этом. Иногда, когда я говорю такое послание в определенных местах, они больше никогда меня не приглашают вновь. Потому что люди не хотят слышать. Они не хотят слышать истину, они хотят жить в грезах, считая, что это правда. Но это не только то, о чем мы говорили за последние несколько дней. Это не только касается церкви, но это касается каждого из нас лично. Живем ли мы на небе? Или мы видим себя на облаках? Или мы видим себя так, как Бог видит нас? Обманываем ли мы себя? Считая, что мы достигли уже такого высокого плато понимания. А при этом в реальности мы не знаем, о чем мы говорим. Тогда мы обманываем себя. Считая, что мы уже дошли до конечного пункта. И yet we need to examine, we need to discern in our own lives. What is my relationship with God? What is my relationship with my brothers and sisters? Каковы мои взаимоотношения с лидерством? Все ли в порядке? Является ли моя жизнь свидетельством силы Ишуа Мессии? Или меня люди рассматривают как того, кто очень похож на мирских людей? Во многих вопросах современная церковь Похоже на лидеров времен Ишуа Они могли различать, говорить о разнице между поверхностным Или предсказывать какие-то явления, когда будет дождь, когда будет шторм Но они не могли объяснить разницу между этими вещами и истинным Они не могли определить, что Ишуа был истинным Мессией Матфея 16 глава С 1 по 3 стих Тогда некоторые Пуршим и Цодзуким И пришли к намечать Ишуа Похоже на него, чтобы показать им Какие-то чудесные знаки из неба Но его ответа была Когда это вечером, вы говорите «Все вперед, потому что небо черное И в ночи вы говорите «Тогда будет дождь, потому что небо черное» Вы знаете, как читать Тогда некоторые Пуршим и Цодзуким пришли, чтобы уловить Ишуа в словах И просили его показать им чудесное знамение Но его ответ был таков «Когда настает вечер, вы говорите «Будет хорошая погода, потому что небо красное» А утром говорите «Сегодня будет буря, потому что небо красное и хмурое» Вы знаете, как распознавать погоду По тому, как выглядит небо А знамения времен распознавать не умеете Эти люди Являлись духовными лидерами народа Они должны были понимать Писание Они изучали Писание каждый день Все день Они ничего больше не делали Но при этом они никак не могли даже определить, что Ишуа был истинным Мессией Они упустили это Иногда меня это очень сильно удивляет, что такое могло произойти Тем не менее, это произошло И это происходит даже сегодня В церкви В церкви Оно говорит о том, что это будут времена волнений В времена, когда многие будут пытаться отвратить нас от истинной веры в Ишуа Мессия Способны ли вы различать это? Когда приходит кто-то Чтобы войти в такое состояние, когда мы сможем Очень многие церкви Отошли от библейских доктрин и учений От глубокого пребывания или познания поклонения Бога Отошли от покаяния в грехе От смирения Перед Богом И перед братьями и сестрами Многие стали очень гордыми Они считают, что они знают много лучше Особенно часто молодые люди У них нет настоящего опыта При этом они считают, что они знают намного лучше Также они отошли от истинного Божьего характера Его действий У Бога есть характер, есть личность Вы знаете Божьей характер? Знаете, каков Он? Живете ли вы в согласии с Его характером? Или вы говорите, что я знаю намного лучше? Я буду это делать так, как пел когда-то Фрэнк Синатра Буду делать это по-своему Я здесь выдал свой возраст, я знаю Потому что многие не знают даже, кто такой Фрэнк Синатра, наверное Но это была Его песня Является ли эта песня наша песня? Мы должны делать все по-своему? Или мы готовы быть смиренными перед Богом? Смиренными перед верующими? Перед теми, кто ведет нас? Мы, как лидеры, не всегда совершенны Мы совершаем ошибки Простите нас, пожалуйста Но будьте смиренными Потому что Писание говорит вам Если видишь, что брат твой согрешает Или видишь, что брат в падении Или что он упал То сам берегись, чтобы так же не упасть Все это, о чем мы сейчас говорили Привело к низкому уровню посвящения святой жизни Если обобщить одним словом состояние церкви сегодня Это будет быть слово «коммитмент» «Коммитмент» Это будет быть слово «коммитмент» А, нет, окей Further back? Да, if Ревиндь, будь kind Да, please Да, окей Это результат Да Да И я думаю Если я должен объяснить Что я думаю Один из самых больших проблем церкви сегодня Это посвящение Посвящены ли вы? Прежде всего, посвящены ли вы Богу? But are you committed To living a life? Посвящены ли вы жизни? In In one meeting I solved the problem of mobile phones that weren't turned off Однажды на одном служении я быстро решил проблему с мобильными телефонами Которые не выключены I said, any phone that rings while I am teaching Я сказал Любой телефон, который зазвонит, когда я учу Станет моим Если не хотите потерять свой телефон Если это ваша прелесть Если это ваша прелесть Если вы любите ее Выключите немедленно Мы должны понимать, что такое посвящение Посвящение не означает, что вы всегда согласны Посвящение означает, что вы готовы делать то, что требуется Что вы готовы следовать За теми, кого Бог поставил в этом месте Даже если вы не всегда согласны И это может стать большой проблемой Я не говорю о том, что вы не можете делиться тем, что находится в вашем сердце Но когда вы это делаете Я не говорю о том, что вы не можете следовать за зовом вашего сердца Но даже если вы следуете за тем, что у вас есть сердце Вы дойдете до конца Если вы хотите быть хорошим лидером Вы сначала должны научиться следовать за кем-то Помните того сотника Который пришел к Ишуа и сказал Мой слуга болен Или в одном из переводов говорится, что слуга сотника пришел И когда Ишуа шел по дороге То сотник встретил его уже И сказал, что я не достоин того, чтобы ты вошел под мою крышу Просто скажи слово И я знаю, что исцелится мой слуга И то, что Ишуа сказал потом является очень важным Сначала он сказал следующее Сотник сказал, у меня есть в подчинении солдаты Я говорю им сделать это и они делают Но я также сам подвластный человек И исполняю приказы других И Ишуа сказал, я не нашел такой же веры в Израиль Это связано со способностью не только давать приказы А также следовать им Это посвящение То есть быть там, где мы должны быть Не потому что вам это нравится или вам кажется, что это нравится Потому что часто нам это не нравится Мы устали У нас есть то, что мы хотим делать Но нам нужно посвящение в церкви сегодня В одном смысле церковь умирает Из-за недостатка посвящения По крайней мере на Западе В Африке, в Южной Америке Вы придете на собрание И собрание переполнено людьми Господь призывает нас Как истинных верующих И стремиться Perfect conformity To the absolutely holy standard Of his word 1 Петра 1 1 глава 14-16 As people who obey God Do not let yourself be shaped By the evil desires You used to have When you were still ignorant On the contrary Following the Holy One Who called you Become holy yourselves In your entire way of life Since the Tanakh says You are to be holy Because I am holy Before you became a believer If you lived exactly As you felt You should live No one was your master Once you become a believer There is someone Who does become your master Появился тот Кто стал вашим господином And that's not a person И это не совсем Это не человек Это Ишуа Мы обращаемся к нему часто Как к Господу Мы говорим Господь Бог мой В английском Слово Господь Содержит в себе Очень сильное Указание На авторитет Или власть Если кто-то Был вашим Господином Господином Или Господом Тогда человек Должен был Показывать ему Своё послушание Оказывать послушание Это не было выбором Или одной из возможностей Молодые люди сегодня Любят возможности Можешь сделать это Или это Или то Или другое Чем больше вариантов Тем больше нравится Но когда мы входим В отношения с Богом Наши возможности Или варианты Становятся Немного Лимитированными Конечно Всё ещё существует Множество возможностей И вариантов Но все они ведут К святой жизни Теперь это ваш выбор Либо вы это делаете Либо нет Если вы это делаете То я верю Что вы Обнаружите Глубокую наполненность И даже если это Будет вам казаться Странным Вы всё равно Будете довольны Потому что Бог Сделает это в вашей жизни Если вы хотите Жить святой жизнью Которая угождает Бога То в основе этого Лежит развлечение Развлечение В мыслях В том что вы думаете И в том что вы делаете Это означает Жизнь согласно слову This is your Instruction book Вот ваша книга С инструкциями In one sense That's what the word Танах means Or Torah Это одно из значений Слово Тора Instructions For life Инструкции к жизни Руководство к жизни I know of you Probably used this Example before But it's like Most of us men When we buy something We buy a new machine Or something else We take machine out We start to use it Straight away We don't read The instruction manual Я думаю Что кто-то уже вам Говорил этот пример Но это вот как Часто с мужчинами Покупают новое Какое-то устройство Технику Машину И используют Сразу не прочитав Инструкции Не так давно Я купил новую машину Где-то полтора года назад И я сразу Естественно Начал Ей пользоваться Не прочитав инструкции И разные вещи Стали происходить На панели управления И я начал задумываться А что это значит Друг начал мигать Красная лампочка Потом я все-таки Обратился к инструкции Чтобы понять Что происходит Но мы должны быть мудрее И больше различать Прочитайте инструкцию Книгу с инструкциями Там написано Как мы должны жить Чтобы жить Жизнью процветания И чтобы иметь Здоровую жизнь Многие из нас Страдают разными вещами Из-за того что Не читают слово Правильно или точно Нам нужно это делать Что такое Духовное развлечение Духовное развлечение Это способность Отделять Божию истину От ошибки Как верующие мы должны Видеть Божию истину Божественную истину Истина содержится В этой книге И вы можете исследовать ее Можете изучать ее И если вы знаете истину Истинно сделает вас свободным Он также истинно защитит вас От ошибки И мы забыли это 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5 Все проверяйте и держитесь Хорошего Мы должны все исследовать Внимательно Как часто вы исследуете Как часто вы останавливаетесь Чтобы задуматься над чем-то Whether it's really good Or not Whether it's the truth Whether it's an error This verse speaks Of testing something To reveal its genuineness Этот стих говорит о том Чтобы мы исследовали все тщательно Is that what that says? Examine everything What you're facing Okay It's a hard task Okay Okay Testing something To reveal its genuineness Мы должны проверять Все вещи Чтобы понимать Их истинность Now If you have something Made of gold Если у вас есть Какое-то золотое изделие And you want to sell it И вы хотите его продать You can go to A jeweler Or someone who buys Вы можете Пойти к ювелиру Или к тому Кто скупает Золото И можете спросить Сколько он вам даст За это You know what One of the first things Is that they're going to do Но знаете Первое что они могут сделать They're going to Take out some chemicals They're going to Take out some chemicals Они могут взять Химические вещества И исследовать Чтобы понять Является ли это Настоящим золотом И сколько Именно золото Там содержится Это первое что они делают Если кто-то приходит К вам К какой-то философии Или духовной идее И что ты хочешь предложить Что вы с этим делаете Are you the little baby Who crawls around On the ground And sticks everything Into his mouth Or do you Test it To see if it's genuine Чтобы увидеть истинность We as believers Are to evaluate Everything we come In contact with Мы как верующие Должны оценивать Все с чем мы сталкиваемся To distinguish The true From the false И различение Между истиной И ложью The good From the bad Хорошая от плохого The right And the wrong Правильная от неправильного Как здесь написано Может быть тяжелой задачей Почему First of all Because we are Constantly Fighting The sinful desires Of our fallen flesh I didn't delete The English version Sorry What I didn't delete The English version Sorry It's his fault Извините Я не удалил Английский текст Во-первых Мы постоянно боремся С греховными Желаниями Нашей падшей плоти You get it In double Okay We need to understand that We need To discern that Мы должны понять это И различить это Потому что очень часто Наша греховность Она встревает у нас На пути Our own desires Наши желания Наши желания Our own Likings Or dislikings Наши То что нам нравится Или не нравится Наши предпочтения Или Наше пренебрежение Все это Становится у нас На пути На пути К настоящему пониманию Того Что Бог хочет Для нас Во-вторых Мы сталкиваемся С обманом Сатаны The devil Is doing everything He can To Hinder us And to confuse us Have you experienced that? Do you know that? He's very busy Это его задача Он очень сильно Обеспокоен этим And we have to remember И мы должны помнить The scripture tells us Писание нам говорит That the devil himself Что сам дьявол Can make himself Look like an angel of light Может являться Под видом Ангела света Чтобы обмануть нас So many people Are so easily deceived Очень многие люди Легко обманываются Потому что Мы не читали книгу жизни В-третьих Нас затапливает влияние мира Которое стремится победить нас Достаточно просто пройтись по улице И вы увидите Множество вещей Мирское влияние Которое будет стремиться Завладеть нами Нашими желаниями Чего вы желаете? Хорошую, новую, красивую машину Новую пару туфель Или какую-то красивую сумку Не сдержалась Алиса Эти вещи постоянно привлекают нас Фильмы, телевидение Вы когда-нибудь подсчитывали время Которое вы тратите на телевизор Например Я счастливый человек У меня нет телевизора Поэтому я его не смотрю Мы его выбросили давно Потому что мы знали Не потому что это грех Или еще что-то Потому что иногда можно найти хорошие вещи Программы о природе В мире животных Но эта вещь поглощала наше время И время И время И время Но время это важный инструмент. Инструмент can be? That we can use. Can I substitute with the word instrument? Not exactly, no. I can't instantly think of a cinnamon for this. But time is something which is being given to us. Let's look at it this way. Do you realize that? Do you realize that your time is precious? Scripture tells you that your life span is 60 years or 70. Maybe you'll live a little bit longer. Может быть, кто-то живет дольше. Или вы проживете дольше. Но очень немногие доживают до возраста 100 и выше. Не так, как в Бытии, когда люди жили несколько сотен лет. У нас очень мало времени. У нас очень мало времени. Как вы используете время? Это очень важно. Различайте то, что для вас более важно. Важно ли какая-то мыльная опера по телевизору? Или ваша жизнь с Богом? Что более важно? Что мы выбираем? Вы бы выбрали, если бы понимали, что у вас есть выбор. Выбираем ли мы то, что хорошо? Или мы выбираем вещи этого мира? Противостояние дьяволу, плоти и этому миру подразумевает то, что мы должны ухватиться за то, что добро. Мы должны всем сердцем принимать что является истиной и правдой. Интересно использовать это слово. Принять всем сердцем. Что значит принять? Кто-то может показать? А? Что значит принять? Что значит принять? Что значит принять? that means to understand and to do that means to understand and to do no no physically what does embrace mean но физически можете показать что значит принять покажи мне I better not do it to one of the young ladies because they might get the wrong idea so embrace you hold it fast and you're not going to let it go that's what it means we need to understand that you want the truth you need to get back so I can hear we're coming to the point where we're going to break off for today we are to embrace wholeheartedly what is true keep away from every form of evil we do the opposite we don't embrace it we keep it away we do that in our natural life but also in our spiritual life what do you see what do you look at is it good or is it wrong yes we live in an evil world да мы живем в грешном мире and we don't really want to become monks мы не должны все становиться монахами because we need to be in the world потому что мы должны быть в мире in the world but not of the world в мире но не от мира and all sorts of things come upon us every single day каждый день на нас давят очень большое количество разных вещей when I was a lot younger когда я был моложе I had difficulty understanding how to deal with that я у меня была проблема в понимании как с этим всем разбираться и мой наставник мне объяснил это следующим образом он сказал ты не можешь запретить птицам летать у тебя над головой но ты можешь не позволить им построить гнездо у тебя на голове в общем важно понимать разницу понимать что мы можем контролировать разные вещи мы должны отделить себя от всякой формы извращения как человек который отдаляется от какой-то болезни смертель или яда just tell me what it says the the worst form of wickedness consists of a perversion of the truth the worst form of wickedness состоит из извращений истины spiritual lies today we have a problem that people look upon this stuff very lightly сегодняшняя проблема заключается в том что люди очень легко относятся загрязным извращением или искажение лжи и многие сегодня не видят ошибки или вот этих вещей потому что им не хватает духовного развлечения на сегодня это все